Мы приветствуем Валтерса, интересуемся, котули он диагностики и чистки, доверит ли он нам свой биополе на период сеанса. Самый искаженный весь, у него как скрученные руки, ноги. Я даже не могу назвать это голограммой, это как будто он весь искаженный, лицо искаженное. Хорошо, если эта голограмма подсвечивается красным цветом. Нет, это сущность какая-то, занимает огромное место. Вот так вот, хорошо. Так вот, сила моего намерения, вытягивай джина, кидая в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо, какой это джин? 45-12. Золотой или полузолотой? Полузолотой, да? Нет, он синий. Синий. И он так и вышел, как в форме человека, руки-ноги, вот это как скрученность у него, синим цветом он вышел. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Валтерса под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Валтерса, находит все. Итак, джин, пока идет у нас работа. Сколько ты находишься в этом биополе? Он всю жизнь находится в этом биополе. Очень интересно. У тебя есть контракт? У меня всю жизнь. С 13 лет у него есть контракт. Он не первый в жизни находится с ним. Хорошо, будем разбираться. Вообще целую историю показывает. Мы дойдем до этой истории, потом покажем. Сначала мы ждем окончания работы сканера. Сколько у нас каналов? Значит, у нас здесь демон, 12. Хорошо. Лизард. Есть. Рептилоид и 2 грея. Рептилоид и 2 грея. Какой рептилоид? 90. Ты Лабранд? Да. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, буду на их отвечать. Вера, посмотри, перед тем, как мы начнем, есть ли конструкция какая-то в биополе? Да, есть диск у него на голове, в области третьего глаза. Сканер, просканируй. Это диск. Это рептилоид и грея? Диск? Да, но он не диск. Он сейчас ярче видно. Его это как купол. Хорошо, сканер. Отключай этот купол, полностью выводи его вместе со всеми чипами, датчиками, плантами, конвекторами. Они загораются, ты их видишь четко и ясно, выключая все выводи. Да, от третьего глаза и выше он идет на коронную чакру, закрывает полностью. Хорошо. И еще что у нас от джина есть? Он до сих пор перекручен и стоит. А нет, джин, он показал свое истинное состояние, а Валтерсу легче, он вообще трогает себя, но у него пустоты много. Понятно. Столько интерферентов занимает, безусловно, какое-то место, которое нужно заполнять энергией. Перед тем, как мы начнем, Валтерс дал нам свое согласие на работу. Он дает, но энергии у него нет из-за того, что джин занимал его место. Это второй Валтерс. Понятно. Хорошо. Даю Валтерсу сейчас 100% его родной энергии. 1, 2, 3. Пошел поток. Чистота вибрации поднимается до комфортного ему уровня. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Так вам лучше, Валтерс? Он дышит как-то тяжело, потому что у него по-другому воздух проходит. И как? Новое состояние. Легко. Испытывал такого давно. Но если с 13 лет сидит джин, и судя по всему, у него с ним контракт не первая жизнь. Сейчас будем разбираться. Соответственно, вы не могли вполне забыть и даже не знать это состояние. Итак, тогда мы начинаем с реверса энергии. Вера, где мы остановились сейчас? Вышли интерферент. Вышли. Хорошо, все. Так, этот купол, который вышел, я отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду тонкой копии. Вальтерс из Прейсера все энергетические и сферические каналы ко всем интерферентам. Ответственность за чужеродную негативную патогенную низкоэбберационную энергию в ее биополе. Выстраивается также канал прямой от Ваздерса к этому куполу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Вальтерсу и усилию потоки в 50 раз. Демон, сколько ты находился в этом биополе? Пять лет. Пять лет. У тебя есть контракт? Нет. В квартире присутствуешь? Он иногда пользуется порталами. Но ничего там не раскидывал? Нет, здесь хорошо. Хорошо, Джин, ты присутствуешь в квартире? Да, присутствую. Лизар, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Три года, четыре месяца. Хорошо. Рептилоид 2 Грея как долго вы со своим куполом в этом биополе? Два года. Понятно. Ждем окончания реверса. Скандарь, дай мне полную душу Вальтерса на настоящий момент. 80%. Вот так вот. Итак, Джин, 20% находится в твоем контракте? Из года в год, из жизни в жизнь. Он сам уже человеческий образ принял на протяжении многих лет. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливаем фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Вальтер забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Вальтер себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из этого купола частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на его чистоте находится мощным потоком, пошло назад. Какую жизнь ты с ним проживаешь уже, Джин? Все ты потерял. Да ну, перестань. До нашей эры был контракт заключен. До нашей? До вашей эры вернее. Больше двух тысяч лет? Ты что с ним, каждую жизнь жил на этой последние две тысячи лет? Контракт. А что же можно было заключить до две тысячи лет назад, вернее, какой контракт на все жизни? Расскажешь? А что мне помешает продлять его? Ну, если он бессрочно, конечно, я могу помешать, потому что ты уже здесь. Сегодня будет контракт аннулирован. О чем содержание контракта, который был заключен более двух тысяч лет назад? И какая это была ситуация? Что тебя интересует? Меня интересует, что он у тебя просил две тысячи лет назад. Какая это была жизнь, что ты ему дал, что он получил? Пятый век до нашей эры. Пирсидская империя. Он был подростком по имени Пата. Вероисповедание тогда другое было. Приближен он был правителю. Знания у него были. Ясно знания. Ориентировался он по звездам. Зороастерик. Хороший был. Тогда я с ним и заключил контракт. Разбогатеть он хотел. На своих знаниях приблизиться к дворцу. Стать главным. Звездочетом. Звездочетом. Глава читать. Как мы с ним и заключили контракт. Ты ему дал то, что он просил? Дал. Все дал. И мантию дал. И имя дал. Дворец. Интересно. Реверс у нас закончился. Редкая история. 2500 лет назад по нашему летоисчислению это. Сколько жизней, скажем так, за эти две, с пятого века до нашей эры, до сегодняшней жизни. Сколько жизней ты с ним? Примерно каждые 200 лет воплощался. Иногда брал больше перерыва. Я не расслышал. Каждый что? 200 лет воплощался. Да. Иногда брал перерыв. По 300 лет ожидал. И я ожидал. И он приходил. Да. Вот так вот работают контракты, заключенные на Земле. Их можно только на Земле расторгнуть. Хорошо. Реверс закончился. Интересно. У тебя история, Джин. Хорошо. Идем дальше. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Вальтер забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что они взяли, возвращает Вальтер себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И забираем из этого купола частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на его частоте находится, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Ну а что, Джин, для него времени нет. 200 лет или 300 лет. Или тысячу лет. И в этой жизни ты решил его подцепить на игроманию. Да, Джин? Он нам писал, что сколько он себя помнит, у него всегда эта игромания проблема есть. Он никак не мог с ней справиться. Я полагаю, это при твоей поддержке в этом случае. Правильно? При моей поддержке. Скажи, это вообще... При поддержке контракта. Согласен. При моем воплощении. Я воплощаюсь как человек с его помощью и проживаю интересную жизнь на земле. То есть ты настолько завладел его телом, что ты проживаешь свою жизнь? Из жизни в жизнь. Вот это вот контракт. Не могу припомнить такого случая у нас. Хорошо. Хорошо, Вера, начинаем вытаскивать. У нас реверс идет еще. Ждем. Готово. Начинаем с рептилоида и греев. Посмотрите, что-нибудь еще осталось, что я не вытащил на вашей чистоте. Да, у него осталось еще. От шеи вниз идет на руки. Хорошо, сканер, просканируй, выведя эту подключку, отключая полностью. Как выйдет, отправляя в клетку тюрьму. Готово. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо. Ты где сидел? В сердечной чакре? Да. Какой дискомфорт ты ему доставлял? У него всплески эмоциональные. И это влияет на его голос. Истерики, как истеричные такие. Тона. Тона и ситуации, которые он усиливает. Хорошо, этими энергиями они подкармливают тебя. Он выматывает его, эмоционально выматывает. Вот такая сущность Лизард. Он все забрал. Хорошо, демон. Скажи мне, где находятся лярвы в биопуле Бальтерсу? У меня даже нет сомнений, что они должны присутствовать. У него в ногах есть лярвы. На сердце есть черные скопления. От Лизарда. И еще где голова? И есть на голове. На лбу прям. Хорошо. Хочешь получить их? Да. Выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте. Отключайся полностью. И доложи мне на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Джин, а сколько у тебя на настоящий момент таких контрактов? Я же полагаю, у тебя Вальтерс не один? Такой только один. А, понятно. Вытащил. Хорошо, демон, разрешаю тебе забрать лярвы. Забирай все, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Готово. Идем дальше, Джин, твоя очередь. Втягивай в себя всю пыль, все свои подключки, все, что ты оставил в этом биополе, втягивай в себя. Ну вот он пыль втягивает, на руках очень много пыли. Да. И открываются его подключки, это цепи на ногах, скованные они между собой и на руках. Это он здесь снимает или он ждет рассинхронение, он ждет аннулирования? Он снимает. Хорошо, контракты все равно пока рабочие. На Фантома остается. Это мы уберем. И на шее еще у него тоже, как цепь вниз идет, у кого синим цветом все это убрал. Вот так называется, захотела душа побыть звездочетом. Ну что ж, рассинхронизацию мы не сможем сейчас провести из-за наличия контракта, которому 2500 лет. Поэтому переходим сразу к контракту, к аннулированию. Я обращаюсь к Валтерсу. Валтерс, вы понимаете ситуацию, в которой мы сейчас все здесь находимся? Да, я все понимаю. Вам было известно об этом контракте с Джином? Сейчас воспоминания приходят. До этого не знал ни о Джине, ни о контракте. Хорошо. Вы желаете аннулировать этот контракт? И своей душе желаю. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Валтерс взял ответственность за свою жизнь в свои руки и выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но у него вышла книга, контракт такой толстая, и в ней свет, и рядом вышел еще какой-то скрученный такой сухой контракт. Какой-то, наверное, отработанный с другой ситуацией. Итак, я говорю вслух, тонкая копия повторяет за мной. Внутрь споряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. А на спирали возвращается светлая энергия к нему. 20% души. Прилично. Энергия вернулась к нему, она светом растекается везде. Отлично. Открываю воронку в галактическое ядро и произвожу сброс всех аннулированных контрактов и договоров, всех фантомных договоров и всех отработанных договоров. Закрываю печатку и растворяю. Аннулировано. Хорошо. Джин, контракт твой аннулирован. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию. Валтерса с Джином, Демоном, Лизардом, Рептилоидом Грейми и их куполом. Парасинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Валтерс плачет, он говорит, неужели моя душа вернулась. Вернулась. И этот кошмар закончился. Который длился 2500 лет. Много жизней нужно было прожить, чтобы исправить ситуацию. Берегите душу. Все верно? Готово. Включаем внутренний белосвет. Валтерс этим светом выдавливает из себя все негативные патогены и низкооперационные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Да, есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, расстреляя. Даю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия, стягнуть ему все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар, отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатая, расстреляя. Хорошо, Грей, у вас есть платы в квартире, где живет Валтерс? Да. Грей, есть платы, Джин там присутствует. Лизард, ты не присутствуешь в квартире? Нет. И демон сказал, что он только порталами пользуется. Хорошо. Значит, тогда все прошли проверку. Я сейчас буду отправлять Джина в квартиру вместе. Нет. Джин один идет в квартиру, собирает всю свою пыль, все свои подключки. Я прихожу, проверяю и отпускаю его на его чистоту. Понятно, Джин? Понятно. Открывается портал в квартиру Валтерса. Джин уходит в этот портал, забирает все, что принес, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, демон, в это биополе ты больше не войдешь. Тебе это понятно? Понятно, понятно. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на час. Стоп. Хочешь получить эмоциональный фантом? А как же? Тогда назовешь мне пару первопричин. Меня они интересуют из перечисленных мной частот. Итак, выходит эмоциональный фантом Валтерса, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкообрационные эмоциональные энергии, проецируется на его эмоциональном фантоме, и фантом выходит. Ну, такой тяжелый фантом у него, как горбатый какой-то, и так от горба вниз, как в холост, идет черная энергия. Понятно. В Валтерсе эти энергии вы сами сгенерирули, вы готовы от них отказаться и сбросить? Да, готово. Сворачивай эти энергии в шар, забираешь демон? Да. Отправляй демона. И назови мне пару первопричин. Да там полно причин. Сопротивление, депрессия, раздражение, обольше вины, обида на себя, непонимание. Да много из чего потянуть можно было. Все понятно, хорошо, мне этого достаточно. Хорошо, ты получил, что хотел, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лизард, ты больше в это биополе не приходишь, тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связь, Лия. Рептилоид, девяностый, лаборант, два Грея. Купол стоял от головы и вниз. Два года сидели, еще находятся платы в квартире. Я их могу сам убрать. Артефакты, уничтожайте их, соберем на проверку. Хорошо, под их артефактами открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Забрали их? Да. Клетка пустая? Да. Поехали дальше. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магического здесь. Если таковое силе было, проявляется. Здесь вышли фантомы вот этих даков. Да. Открывай воронку в галактическое ядро, и все это улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он свою магию применил. Переходим на чистоту. Открывается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Валтерс, мы закончили вашу чистку и аннулирование контракта. Из сущности убрали. Как вы себя чувствуете сейчас, после этого всего? У меня нет много слов сказать. Я дорожу своей душой с этого дня. Как будто это было спа для души. Забрали, помыли, почистили и вернули светлой и яркой. Этим и наслаждаюсь. Отлично. Это все заслуга вашего куратора, который направил вас к нам и открыл эту истину, и поэтому мы смогли вам помочь. Случайно открывается страница, вы случайно услышали о нас, увидели наше видео. Вот так работает куратор. Если вы хотите больше о себе узнать, можете заказать встречу с куратором, и он ответит на 10 ваших вопросов, если таковые есть. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биороба душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Первые пару дней будет состояние усталости. Это нормально, это все пройдет по мере поступления энергии, потому что сущности очень долго сидели в вас. Этот процесс нужно продолжать, заправляться энергиями, сбрасывать любые негативы. И самое главное, никакой эмоционального вспышек, никакого крика больше, никаких эмоционального деструктива, я так скажу. И если он возникает, это чувство надо выдавливать, открывать воронку в галактическое ядро, сбрасывать это чувство, чувствовать, как оно выходит, и закрывать эту воронку. Не забывайте за Меркабу, эта активная защита действует во всей Вселенной. Сейчас возвращаем вас. Для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Балтерса в его систему биоробот душа, заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Квартиру ты видела, Балтерса. На счет 3 ты стоишь впереди в обходную дверь у квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Я здесь. Входи в квартиру. Я здесь. Хорошо. Клетка остановилась в комнате. Здесь арахнует. Арахнует. Джин, черт и воронка. Джин, черт и воронка. Под воронкой открывай портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Джин, ты все свое собрал? Все собрал. Джин, готов уходить? Готов. Джин, у меня к тебе еще один вопрос есть, если можешь ответить. Это игромания. Это на вашей частоте, на частоте Джином находится, да? Полностью построено. Как ты это чувство в нем пробуждал, что ему внезапно хочется бежать и проигрывать все свои деньги? Это какая-то веревочка, за которую ты дергал, или ты нашептал ему, да ты отыграешься, или как это было? Ну, он показывает магические кандалы, которые у него были одет. Магические? Понятно. Через артефакты. Очень интересно. Хорошо, Джин, у меня к тебе вопросов вообще никаких нет. Ты был на контракте, в добровольном его контракте. Мы его сегодня аннулировали, ты знаешь правила. Открывай внизу портал против часа. С ним другая ситуация. Да. Здесь я проживал человеческую жизнь, переключая его функции мозга. На себя? Да, в качестве паты. Я никогда такого еще даже не слышал. Очень впечатляет. Хорошо, Джин, это твоя фишка. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. Забирай все, что принес, и уходи на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Он через пять минут найдет себе новую жертву среди игроманов. Арахноид, выходи. Собирай всю паутину. Если есть потомство, собирай потомство, ничего не забывай. И возвращайся назад. У него в вертикальной проемах дверей. Там паутина. Паутина, да. Все снял. Проходишь через двери и получаешь отток энергии. Хорошо, Арахноид. В эту квартиру ты больше не приходишь. Тебе понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида. Забирай, что принес, уходи на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Какой у нас черт? Пять. Черт. Ты мучил кошку? Нет, она не мучила. К ней не подходила. Носочки не надевал на нее? Нет. Хорошо. Выходи. Собирай все, что ты оставил. Все свои одеялки, сеточки, комочки. Все, что на твоей частоте находится. Собирай и возвращайся назад. Готово. Хочешь получить весь негатив в квартире? Да. Пошли по квартире. Сначала покажи мне все порталы, я их закрою. После этого я тебе соберу весь негатив в дорогу. Пошли. Здесь еще платы есть. Давай, под платами. Ты видишь платы, где они стоят? Греев. Это комната как спальня. Здесь пустоты очень много. Пустой энергии. Под этими платами открою воронку в галактическое ядро. И эти платы вместе с энергиями плат уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идем дальше. Это окно в спальне. Подойдем окном в спальне, внизу открывая воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше. Стена в ванной. По всему периметре стены в ванной открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. А еще на кухне здесь пол со стеной в одном месте. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. И портал вместе с фантомом портал уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Да. Возвращаемся к клетке. Даю команду на 4 эмоциональные энергии, эмоции, мысли и чувств. Здесь большие шары, два больших шара. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, черт, твой шар. Забираешь? Забирает. Отправляю черту. Готово. Открывается внизу. Найди себе новое место обитания. Все здесь будет закрыто. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта. Забирает, что принес. И уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Став огненную пентаграмму. Готово. Воронку в галактическое ядро она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Обновляется в автоматическом режиме. Готово. Появляется перед тобой тонкая копия кошки Коко. Коко стоит перед нами. Мелко это. Привет, Коко. Мы пришли тебе помочь. Сейчас тебя почистим и все будет хорошо. Включаем внутренний белый свет Коко. Этим светом она выдавливает из себя все негативное патогены. Низкая вибрационная чужеродная, находящаяся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. У меня синих энергий джина много. Она лапками дергает. Ну конечно. Скинуть хочет. Все выходит. Все. До 100%. И от арахноида. Да. Вышел в шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Макушку головы Коко начинает поступать необходимое количество ей кошачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций поднимается до комфортного уровня котика. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Коко. Как ты себя чувствуешь сейчас? Опять лапками. Как перешагивает, показывает свои энергии внутри совсем другие. Конечно, другие. Квартиру мы почистили, сущности выгнали. Здесь больше ничего нет, что тебе может мешать. Ты хочешь какое-то, у тебя есть желание передать хозяину что-то, я передам. Может, тебе что-то хочется, и тебя не понимает. Она на энергии показывает. Сейчас они ей нравятся, а до этого они как пустые были, холодные. Она просит, чтобы были такие энергии всегда. Надеюсь, они теперь будут такими всегда. Поставите кошачью защиту. Да. Устанавливаю Коко кошачью Меркабу. Один, два, три. Активирую ее. Готово. Так, хорошо, нравится? Да, нравится, она больше не хочет ничего. Отлично. Возвращаем тонкую копию Коко в ее систему Биоробот Душа. Она синхронизируется, гармонизируется со своим Биороботом на всех уровнях. Готово. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ